здравствуйте меня зовут ярослав и как уже сказали я вам расскажу о домашнивании растений но для начала давайте поговорим о том чего бы не было если бы мы не одомашнили растений мы бы не одомашнили животных в том числе таких вот красивых просто не было кормовой базы для этого у нас бы не появился календарь не произошло бы разделение труда и не возникли бы ремесла шведский ботаник адам маурица исследуя эволюцию питания составил схему по которой эволюция питания проходят такие фазы фазы поклёбки фаза каши фаза без дрожжевого хлеба дрожжевого хлеба и смешанной муки фаза ржевого хлеба и фаза белого пшеничного хлеба если бы мы не одомашнили растений весь путь этот не прошли у нас бы не было такого большого количества разнообразных блюд сейчас и самое главное у нас не было поэтому мероприятия у нас научно-популярное мероприятие и если бы мы не одомашнили растений то наука не развивалась не было ни компьютеров не интернета не телефона ничего того что мы привыкли видеть одомашнивание растений это революционное событие в истории человечества и именно поэтому его так и назвали неолитическая революция первым растениями которые домашние ли были пшеница и ячмень это произошло примерно 10-12 тысяч лет назад но вопрос почему это произошло на протяжении большей части своей истории человек жил охота и собирательством тот же адам маурица пишет что на рубеже 19 20 веков цивилизованный человек в средней полосе потреблял более 400 видов диких растений собиратели явно знали больше и употребляли больше кроме того собиратели жили лучше чем до люди которые уже домашние или растения и перешли к оседлому образу жизни работали меньше здоровья было больше и получали они обильную пищу не говоря уж о том что сельскохозяйство это тяжелый труд почему это произошло есть несколько гипотез первая гипотеза это гипотеза о перенаселении следствие которой считается что выросло население и потребовалось гораздо больше пищи как я уже говорил раньше растения были одомашни на 10-12 тысяч лет назад на этой картинке показано красным цветом к слову сказать в этот период закончились мамонты наши предки их окончательно доели и возможно это тоже одна из причин действительно с конца плестоцена до 5 тысячелетия до нашей эры население планеты увеличилось в 4 раза с 5 до 20 миллионов однако как видно рост начался именно с одомашнивания растения и продолжался уже после поэтому скорее всего одомашнивание было не следствием а причиной увеличения численности населения согласно теории вызов и ответ арнольда томби переход к оседлому образу жизни и одомашнивания был ответом на вызов резкой аэридизации то есть иссушение климата однако эта теория тоже не подтверждается археологические раскопки пыльцы показывает что первые растения были одомашниваны период относительной гуманинизации то есть увеличение увлажнения и наиболее такая правдоподобная гипотеза это гипотеза о религиозном или ритуальном использовании одомашненных растений действительно у каких-нибудь шаманах или лидеров религиозных было достаточно власти чтобы расширять территории под какие-то татемные растения или еще другие отголоски этих событий сохранились до сих пор во всех культурах мира в индуистской культуре до сих пор всем растениям их свойством причисляют какие-то религиозные свойства мотивы также до сих пор в центральной южной америки используют трещотки из тыквы и кабачков в ритуальных целях на равнине где обитало большее количество людей было достаточное количество пищи люди в если пищи не хватало они могли перейти с места на место в горах всего было меньше им было меньше маневра связи с этим довольно правдоподобно выглядит гипотеза комарова о том что периодическое наступление зимы в горах способствовало одомашниванию об этом же пишет вавилов в своей книге он писал что все культурные растения были одомашнены в регионе между 20 и 40 градусами северной широты и на высоте 500 от 500 до двух с половиной тысячи метров над уровнем моря также обоснованной выглядит теория о том что растение изменяется если их систематически собирать они меняют свои признаки это происходит в том числе благодаря переносу на другой тип почвы древние охотники и собиратели переходя с одной место стоянки на другой оставляли удобренную почву удобренную золой и различными отходами потом они возвращались на эти места и замечали стимуляцию роста рудилеральной растительности то есть мусорной растительности в том числе каких-то растений которые они употребляли в пищу со временем ну это подтверждается тем что сейчас все культурные растения отличаются видоизмененными органами или частями которые нужны именно человеку этот эффект получил название синдром доместикации на этом слайде слева мы видим дикий предок кукурузы и современную кукурузу разница огромна то же самое можно сказать о пшенице слева пшеницы урор арту родственник всех пшениц культурных современности справа современный сорт мягкой пшеницы на фотографиях этого не видно но изменяется не только морфология то есть большие зерна большой колос но изменяются какие-то технологические качества которые важны человеку у пшеницы это ломкость колоса она исчезает и обмолоть становится лучше то же самое с подсолнухом дикий сородич и современный сорт где были одомашние на первое растение считается что регион следует искать там где наибольшее количество диких предков культурных растений таким регионом для пшеницы и очменяя является регион в передней азии под названием плодородный полумесяц на этой карте мелким шрифтом выделено название стоянок древнего человека а значки это там где были найдены дикие возделываемое растение как видите значков этих довольно много ни один ни два все дело в том что мы точно не знаем конкретное место происхождение и пшеницы и очменя есть несколько теорий моноцентрическая полицентрическая диффузная полицентрическая что сразу во всем этом регионе возникла диффузное что одновременно в нескольких местах и моноцентрическая то что возникло в одном месте и потом с караванами перемещалась по всему региону сейчас данных довольно мало по этому поводу и ни одной из этих гипотез мы не можем выделить примечательно что в этом регионе одновременно возникли пшеницы двух уровней плотного плотности это 2 диплоидная одна зернянка вот регионы где были найдены остатки и тетроплоидная двузернянка также в этом регионе в этом регионе возникло много культур в том числе основные бобовые для это нут показано здесь в центре чечевица горох и вика не могу не упомянуть что в этом же регионе были одомашненные кошки на этой карте показано места происхождения основных четырех основных зерновых культур мира они основные до сих пор это кукуруза сорга пшеница я уже показал и вот здесь вот возник рис и также пути их распространения цивилизации которые занимались выращиванием этих культур заняли доминирующая история доминирующая позиция в истории всего человечества и на вот этом слайде показаны эти цивилизации правда следует сказать что средиземноморская цивилизация и анская цивилизация хоть и возникли в центрах одомашнивания и происхождения культурных растений однако их рассвет связан с тем что анской была перенесена кукуруза и тоже здесь начали возделывать в средиземноморская в том что быстро из передней азии была перенесена пшеница что мы имеем сейчас а сейчас мы имеем считается что 10 процентов всей территории суши занята под возделыванием культурных растений всего выращивается более двух с половиной вернее одомашненно более двух с половиной тысяч растений из более чем из 50 родов семейств для сравнения животных одомашненно менее 50 видов также можно сказать что где-то растение выращивают на всех континентах в том числе в научных целях в антарктиде и где-то каждый день сейчас собирают урожай спасибо на внимание у меня все рационы изменился очень сильно древние люди питались в основном мясом охота которые добывали и питались похлебкой из каких-то мелких горьких семян злаков ну то есть очень слабо я показывал схемы эволюции питания мало того что возникло много растений которые мы едим разнообразило еще возникло много других способов готовки и использования как и растений так и мясо всего ну плюс наука про микроволны сегодня говорили микроволновки изобрели это тоже результат одомашнивание растений ну в процессе на геном неизвестны случаи но встречал данные в литературе не знаю насколько они можно это но пишут что человек до перехода на домашние растения жил дольше и спал лучше но в этом плане не очень нам повезло хотя на самом деле у них действительно происходит изменение в геноме изменение в работе фермента который связан с переработкой омега-3 насыщенных жирных кислот то есть у них получается что эти кислоты не поступают измены с рыбой и они грубо говоря учатся их синтезировать из растительных прикурсов из растительных зачастов и если эти люди начинают потом переходить обратно на всю индиенту их повышается вероятность рак то есть таким образом я хочу сказать что растения они влияли не только на какие-то культурные вещи они в том числе влияют и на многих людей которые возможно это больше к биохимикам и биофизикам вопрос но вообще во многих растениях например в льне тоже содержится омега-3 причем в очень больших количествах поэтому ну не знаю не очень правдоподобно это выглядит кстати если говорить о льне то одомашнивание льна мы обязаны тем что качество развелось потому что археологические данные показывают что лен был одомашнивание но и одежда из льна раньше начали делать чем одомашнили овец там коз других кого кого декоративная не могу ответить на ваш вопрос ну и думаю несколько веков как уже одомашнего возможно на самом деле найти растение какое-нибудь новое не так уж маленькая вероятность наверно больше чем вероятность найти новое млекопитающее животное и постоянно находят там ближе последние там но не знаю 10-20 лет было найдено роща реликтовых растений в австралии гигантских причем там 30 40 50 метров просто находились они в недоступном каньоне которые не посещают таких мест много и можно найти россии но вряд ли такие растения будут одомашнивать смыслом смысла нет все все и